В Нарьинмаре прошла уже ставшая традиционной международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы все желающие могли проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества. В этом году в Нарьинмаре было организовано 12 площадок, в населенных пунктах округа – 8. Общая явка по региону составила более 1600 человек в возрасте от 9 до 86 лет. Мы должны отдать оценку исторической памяти и затем популяризировать тот подвиг, гражданский военный подвиг наших соотечественников. И, может быть, надо начинать на самом деле уже с детских дошкольных учреждений, чтобы наши дети знали, что это очень страшно, когда война происходит. И ведь и в нашу округ она очень сильно затронула. Вопросы теста этого года были подготовлены общественными организациями государств, ранее входивших в состав Советского Союза. Таким образом участники могли узнать о новых именах и событиях, сыгравших важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Первая девочка справилась вообще отлично, то есть 26 из 30, вторая уже так не очень, то есть очень варьируется, то есть от очень хороших результатов было. Ну, кто как подходил к этому тесту. В принципе, тут больше шла цель, чтобы вдруг человек замотивируется, прочитает и будет изучать и проникнется. То есть это не контрольное, это чисто для человека, проверить свои знания. Напомню, с инициативой проведения теста по истории Отечества и истории Великой Отечественной войны выступили члены молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Впервые тест проекта «Каждый день горжусь Россией» был проведен в 2015. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.